Санкт-Петербург И в этом, конечно, сезоне уже последний раз здесь в Академии Платонова Привет, Оль! Здравствуй, Дим! Сегодня для вас замечательный матч, заключительный домашний матч сезона Динамо-Ленинградская область, факел, новую рингой Проведут Дмитрий Поважный, мой коллега И я, Ольга Боченкова Да, и Ольга Боченкова, прости, пожалуйста, я просто засмотрелся И не только, и не только У нас еще есть Юрий Соколов, он показывает палец, он нас слышит Здравствуй, Юра! Самое главное, что Юра сегодня раскрывает все секреты тренерского моста Практически Вот, будет интересно, будет включение прямо из-за тренерской скамейки Юра будет рассказывать Вычеркиваю, конечно, нецензурные слова Да, что бывает в спорте, это нормально А пока Дима занимается лирикой, я займусь делами и представлю наших сегодняшних арбитров Давай, давай, давай Судья на вышке Павел Андерсон и его коллега, второй арбитр Сергей Артамонов И инспектор сегодняшнего матча Сергей Лебедев Ну и, соответственно, как ты сказала, полумолодежный состав факела я предлагаю тебе зачитать Да, конечно, я не буду его зачитывать, я назову его наизусть Шестой номер, блокирующий Никита Крот Десятый номер, доигровщик Денис Богдан Двенадцатый номер, блокирующий Артем Тахташ Шестнадцатый номер, капитан команды Валентин Безруков, он связующий Семнадцатый номер, диагональный Павел Минеев Девятнадцатый номер, доигровщик Михаил Бондаренко И либерокоманды пятый номер, Андрей Алексеев Да, факел, который решил абсолютно все турнирные задачи по сезону Приехал к нам полумолодежным составом А, Дмитрий, объявишь состав нашей любимой команды? Сосновый Бор, Ленинградская область Динамо, Ленинградская область Какое интересное совосочетание Но так и есть, Ленинградская область И я вам скажу, что нас при Омутере сейчас смотрит Сосновый Бор Привет, Сосновый Бор, мы по тебе скучаем Да, ну и так, сегодня Соснова Бор выходит в следующем составе Владимира Хильченко номер один Артем Зеленков, второй номер Игорь Кисевич, третий номер Семен Кривченко, четвертый Александр Ковалев, седьмой Александр Петров, восьмой Игорь Тюрин, девятый Александр Пкачев, десятый Денис Петров, одиннадцатый Антон Фоменко, двенадцатый Максим Пурин, тринадцатый Антон Ботин, капитан команды Четырнадцатый номер Алексей Клужников, пятнадцатый Максим Морозов, двадцатый номер Ну и, соответственно, Олег Соборин у нас главный тренер, помогает ему Олег Шатунов, ну и, как ты сказал, уже Сергею Анатольевичу Махову 65 лет доктору. 65 лет Сергею Анатольевичу, самое главное – это здоровье лично ему и его игрокам подопечного. Я быстренько пробегусь по позициям у нас Антон Ботин, наш капитан, и его напарник по доигровке Антон Фоменко, 12 номер, они линию доигровки занимают. Это Игорь Тюрин диагональный, Денис Петров связующий, Либера у нас начинает Семен Кривиченко, он, да, в защиту чаще всего выходит. И на блоке у нас сегодня Владимир Хильченко и Максим Морозов. Начинается матч с подачи Дениса Петрова, его сложного планера. Чаще всего наша команда начинает именно с подачи Дениса Петрова. Ну и сразу хочу сказать, что буквально за несколько минут определилось то, что не избежать нам вот этого турнира. Печального турнира плей-аут, да, к сожалению, не получилось так, как мы хотели. Урал в Нижневартовске победить не сумел, был прекрасный матч, пятисетовый, но закончился он, к сожалению, не так, как мы хотели, а так, как хотел сам Атлор. Поэтому сегодняшний матч нам побеждать нужно, потому что нужно побеждать. Я скажу, можно расслабиться и победить. Ну, в общем-то, да. Расслабиться и победить, что нам и нужно. Безруков на подаче, 16 номер, команда «Факел». Хорошая планирующая подача. И здесь закрывают блоком поменко. А какая скидка туда за блок? Променовый блок и Боттина. Блок Антону Ботину, Никита Крот и Павел Минеев. Ну, хочется сказать, что в составе «Факела» самым, несомненно, опытным игроком является Валентин Безруков. Он же исполняет обязанности капитала. А была какая-то ошибка, потому что очко «Динамо» присудили. Видимо, было касание сетки. Других вариантов мне не придумать. А что показывал Пайл Андерсон, я просмотрел. Простите, пожалуйста. Пайл Андерсон из Москвы, друзья. Это была отличная подача Антона Фоменко в конфликтную зону между Андреем Алексеевым и Михаилом Бондаренко. 3-1. Ну что ж, начало хорошее. Я думаю, что нам стоит продолжать в том же духе. Отличная силовая подача Фоменко. Да, справляется Андрей Алексеев не очень хорошо, правда, с приемом. Но Денис Богдан от тройного блока по сеточке в аут. Все грамотно. Замерли все, посмотрели, проводили мяч взглядом. И он упал все-таки за пределами площадки. Да, но я хочу заметить, что Денис Богдан будет, несомненно, главной угрозой в атаке факела. Денис часто выходит в основном составе новоуренгойской команды. Такой первый темп. Да, Морозов отлично справляется с этим заданием. 4-2. Морозов справляется, сам же идет подавать. И площадку попадает Морозов. Да, 5-2. Разглядывал Богдан в аут или не в аут. Летит мяч и проводил его взглядом. Он приземлился с достаточно солидным, к слову, запасом. А вот я смотрю еще на Юру. Если что-то там будет интересное, то он покажет нам рукой. Есть, да, есть что сказать, Юрия? Давайте слово Юрия. Юра, тебе слово. Ну, не могу сказать, что прям очень интересно пока начало матча. И все, чем ограничился Олег Владимирович, это подсказками принимающим. Сейчас я со мной беру, потому что сидел на скамейке запасных, и вот он подсказывал, как правильно выбирать позицию. В остальном, Жаря Владимирович идет в себя достаточно спокойно и предоставляет свое слово игрокам. Ну что ж, мы уже видим, что... Срабатывает. Машина работает. Машина работает, а мы видим, что достаточно активно заигрывает Денис Петров на старте первый темп, третью зону. Ну, сначала был Максим Морозов, теперь Владимир Хильченко уже приложился к мячу. Неплохо так, и хорошая подача была, сложный прием, но Бондаренко справляется с атакой. Ну что ж, молодежь у факела хорошая, талантливая, перспективная, и эти парни приехали себя показать. Ну, а сейчас немножко корпус, и даже корпусом не закрыл Антон Фоменко, и мяч улетел в аут. 4-6 Линеев на подаче. И Ботин сколачивает мяч в площадку факела, 7-5. Да, но здесь не стал без рукав закрывать линию Антону Ботину, и именно туда и пробил Антон, наш капитан. Я думаю, что он не специально не стал закрывать. Я думаю, что были какие-то тактические установки, а Антон у нас доигровщик достаточно вариативный, и умеет завершать атаки самыми различными способами, и если ему оставили лазейку, разумеется, он этим шансом своим полученным воспользовался. Сейчас Антон буквально выполнил такую рыбку, но не дотянулся до мяча, 5-7, и Бондаренко на подаче. Какая интересная подача, была практически в линию, он целился. Да, интересная подача, правда, немного вау. Да, немного вау. Что для нас хорошо, первый технический тайм-аут, друзья. Мы можем даже Юре дать слово или попозже. Да, Юра, готов к тебе слово. Да, ну, вот как сказать так, перед матчем слегка мы перекинулись несколькими словами. С Олегом Владимировичем Согином он сказал, какая у меня будет сегодня функция. Я ему честно рассказал, что буду так подслушивать все, что происходит здесь, на скамейке Тременской и на скамейке Запасных. Он сказал, что больше информации не будет поступать от Олега Александровича Шатунова. И действительно, вот в этом стартовом отрезке больше подсказывает игрокам Олега Александровича Шатунова. Постоянно он в игре и кричит, куда чего, как встать. Вот, Олег Владимирович единственное, что еще акцентировал внимание ребят на подаче соперника, что мяч может слабо лететь и, чтобы не расслабляясь от троса, ждали-ждали таких вот мячей и ловили их. Спасибо, Юра. А мы будем получать информацию и станут соперниками еще тогда? Да, да, конечно. Я думаю, уже совсем скоро я займусь изучением и работы наших гостей. Смотрим дальше. Если Сергей Николаевич Орленко, а он грозный парень, не прогонит Юру от своего кресла. Но мы защитим Юру. Здесь он недалеко, они от нас находятся. Не дадим в обиду. Ах, а тут двойной блок. Закрывают просто лигера Тюрина. Двойным блоком надежно сыграл факел и сокращает разрыв в счете. Я хочу отметить, что хоть к нам и приехал полумолодежный состав факела, но на блоке эти парни действуют неплохо. А первая команда факела именно этим и славится, своей слаженной работой у Сирки. Тахташ как раз к числу молодежи не относится? Нет, Тахташ самый взрослый, скажем так, игрок команды, но, как ни странно, он получает меньше игрового времени, чем даже молодые игроки. Мучили Артема травмы. Ну, посмотрите, второе очко подряд набирает факел и не собирается, в общем-то, пасовать. Пасовать не в смысле отдавать передачу. Да, в смысле, да, понятно. Не очень хорошо, что Семен Крифтенко сработал на приеме. И Тахташ продолжает подачи своей. Сейчас справляется Фоменко с приемом, но, к сожалению, снова не проходит атака у Игоря Тюрина. Еще один блок, и даже он, по-моему, в сетку пробил. И сравнивается счет 8-8. Ну что ж, никак не сняться с подачи Тахташа, не уйти с неудобной расстановки. Посмотрим, что сейчас предпримет Денис Петров, как связующий. Кому отдаст? Опять Тюрин? Ну, для начала нужно принять, вот сейчас более или менее, но не поверил Морозов, что отдаст ему передачу. Сейчас Денис снова Тюрин, но Теревиченко в защите сейчас подхватил, а Фоменко одиночный блок Минеева пробивает. У нас хорошо получается, пока ты рассказываешь все, как что происходит, ты кричишь. Я кричу. Да, а что мне делать? 9-8. 9-8. Ничего страшного, можно и покричать. Я вижу, что Юра переместился так вот, он слился со стеной, практически, за Денисской скамейкой факела. Еще один удачный блок факела, Валентин Безруков. Это первый раз они сравнивают в этой первой партии. 8-8 был точно. Был 8-8, да, это 9-9. Сейчас Безруков на подаче, хороший планер, прекрасный планер отсюда прям было видно, замечательно. Так же, поднял факела в мяч. Игра продолжается, Безруков попадает в площадку, попадает в площадку Денис Богдан. Денис Богдан попадает в площадку, выводит новоуренгойскую команду вперед. А вот это уже первый раз. Да, это действительно первый раз. И продолжает подавать капитан наших сегодняшних соперников, Валентин Безруков. Хорошая планерная подача. Ну, справился достойно Кривиченко с приемом. Осталось добить мяч до пола в атаке. А блок на урингойский, посмотрите, ничего не оставляет без внимания. Денис Петров в защите работает. Суматоха у нас тут. Но Тюрин из четвертой зоны справляется. Выше степени достойно. 10-10. Правильно, нельзя отпускать. Парни к нам приехали очень наглые и дерзкие. И тушеваться точно не будут. Я вижу, Юра, у тебя здесь работы меньше, просто чем-то. Есть что сказать, да? Сейчас мы после розыгрыша этого мяча дадим слово Юре. Вот подача Фоменко, конечно, у нас пока самая удачная расстановка. И с трудом справился, видите, Андрей Алексеев снова с приемом. А атака пошла в вау. Юра, давай, рассказывай. Да, я действительно переместился уже за скамеечку гостей. И могу ответить, что в составе новоургонской делегации на этом матче нет тренера статистики, тренера аналитики, да? Но, тем не менее, у наставника Факева достаточно такая весомая кипа бумаг. То есть ребята приехали совершенно не отдыхать сюда, они подготовились. И про нас, грубо говоря, знает все. Вот. Ну, а по последним моментам, вижу, наконец-таки уже активизировался. Это и Олег Владимирович Согрин, и с последнего он все чаще указывал Антону Фоменко поближе к задней линии держался в защите. Спасибо, Юра. Спасибо. Вот видишь, все знает и про тебя тоже, что ты там сзади стоишь, потом аккуратнее, впереди тебя. 12-11, Динамо на подаче. Морозов выходит исполнять этот элемент в волейболе. Хорошая подача под заднюю линию. Он справляется, Факал Минеев. Денис Петров оказался по месту в защите. Молодец. Тюринда Авалт пробил, уходил от рук блокирующих игроков. Вот и Игоря Тюрину, мне кажется, нужно подкорректировать сейчас. И шестой номер, Никита Крот на подаче у нас 12-12. Хорошо, приняли. И Антон Ботин разобрался без блока с четвертой зоны. Прекрасно, 13-12. Иди, ну тебе так показалось, что без блока, на самом деле, блок на него выпрыгнул двойной. Просто Антон очень активно выпрыгнул наверх. И он не заметил рук. Нет, нет, он сейчас очень высоко просто выпрыгнул. Хорошо, что у нас такая позиция, мы практически с пола комментируем. Да, да, да. И тогда не видно, отлично мяч идет прямо к нам. Да, мы сидим и комментируем практически на полу, даже ниже уровня щитов, а мячи нас обстреливают. Наша же команда нас обстреливает сейчас. 15-12, Тюрин на подаче. А мы потерпим, пусть у Игоря летит подача. Вот как сейчас, например. И вот опять к нам мяч, 15-12. Это был чистый эйс Тюрина. Михаил Бондаренко не справился с приемом. Я периодически, Юра, слежу за твоими сигналами. Если еще сказать, ты, пожалуйста, говори. Отличная силовая подача идет. Ну вот сейчас Денис Богдан принимал, а Бондаренко в атаке. Тоже по линии он. Самый такой, мне показалось, в разрыв блога. Он нашел свое счастье, но в любом случае... Но 13-15, да. В любом случае он принес очко своей команде. И не отпускают хозяев вперед наши сегодняшние гости. Нет, не догнал, не догнал. Догнал, но рукой промахнулся. Но не поднял. Промахнулся Павел Минеев. И второй технический перерыв у нас при счете 16-13 в пользу Динамо. Кстати, может быть, Юр, есть что сказать или послушаем, что тренеры говорят. Но первых остальных консервов Розвольного Гарата. Титру из компзора федерировали Курно. Бан Динамо. Федерическая область. Розвольный Гарата Динамо. Только фагмента. Возвращаются волейболисты на площадку. Винамовцы уже в боевом строю. Пакел тоже выходит. 16-13 подача Динамо Ленинградской области. Антон Ботин, капитан команды, вводит мяч в игру. Хорошая подача. Богдан с трудом справляется. Атаки у Тахташа не получается. В защите достаем и Фоменко обводит блокирующих. Увидел весь блок, увидел открытую линию. 17-13. А ты знаешь, Дим, что я сейчас вспомнила? В прошлом сезоне Антон Фоменко играл в команде «Югра Самотлор». Мне сейчас не очень хочется вспомнить про Самотлор. Но Антон Фоменко играл в команде «Югра Самотлор». И пока тайм-аут берет Сергей Орленко, я расскажу эту историю. Играл в «Югра Самотлоре». И последний тур «Факел» и «Югра Самотлор» встречались между собой. И чтобы сохранить четвертую строчку, «Факел» необходима была победа с любым счетом. И вышел Антон Фоменко в составе «Югра Самотлора». Кстати, наверное, нужно сказать, что почему «Факел» приехал вторым составом к нам. Потому что уже в понедельник новоуренгойцы отправляются никуда-нибудь. Куда они отправляются, Дима? Ты знаешь, куда? Я смотрел на блок, к сожалению, от блока Хильченко. Мяч и шоу. Вау, я просто весь в игре. Понимаешь? 14-18. Юр, есть что сказать? Давай, слово тебе. Я знаю, куда они отправляются. Во Францию. Они в Париж отправляются играть в финал Еврокубка. А по моей теме, да, скажу, что вот, допустим, сейчас в тайм-ауте наставник Пайкова акцентировал внимание ребят на игре в приеме. Потому что именно проблемы в этом элементе сейчас возникли у наших гостей. Ну, а Олег Владимирович потихоньку готовит серию замен. Спасибо, спасибо, Юра. Вот последние сводки из штабов обеих команд. Прекрасно, да, смотрите. Сейчас, давай, Денис Богдан попадает в площадку 15-19. И вот у нас та самая расстановочка на подаче с Кахташа с его сложным лайнером, да, с которой нам так долго было не сняться. И хотелось бы сейчас сделать это вот прям с первого же розыгрыша. Это аут. А комбинация прекрасная. Прекрасная комбинация. Ошибка, ошибка именно была в заключительном ударе. И продолжай. И попал Антон. Да, не попал ничего. Значит, сейчас будем пытаться второй раз. Денис Петров вывел его прекрасно на чистую сетку практически. Сняться нам с этой подачи нужно. Хорошо. Обманул единственного блокирующего сейчас Антон Фоменко. 20-16. Ну что ж, в этот раз получилось побыстрее. И слава Богу. А тем временем партия плавно движется к своему заключительному отрезку. Но вот Богдан не согласен с моими словами. Да, двойной блок, но Богдан все увидел прекрасно. 17-20 без руков на подаче. А мы ждем хорошего приема. Вот вышел Артем Зеленков для этого, но не получилось у него сейчас хорошо принять. А ты видел, отсюда прямо было видно, как мяч менял траекторию. Да, 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 да. Но это вот именно коварство планера. Именно в этом и заключается, да, что он в последний момент может нырнуть в любую сторону. И только чуйка лучших либера может помочь. У нас такая позиция практически на мяче мы сидим. И опять то же самое изменение. Добежал Петров, какой молодец. Посмотрите, посмотрите, нашел он там буквально 5 сантиметров было. И мяч сейчас стукнулся об локте обоих блокирующих. И нырнул туда, куда и положено. И 21-18. А Менка подает. Трибуны пора просыпаться. Хотя бы в последнем матче. Вот чем я всегда отмечаю игры Динамо-Городской области, что в Сосновом Бару какая публика теплая. Как всегда поддерживали нашу команду. Здесь народу много, но тихо. Мне показалось, ошибка была нападать. Не то, что получилось у Богдана, что он задумывал. Но принес очко своей команде. 20-21 догоняет нас в парке. Богдан очень разнообразен на подаче. И достаточно сложно понять по его разбегу и подбросу мяча, какой конкретно вариант он выберет в данный момент. Вот, видите. Достаем, достаем, достаем. Смотрите, что сейчас сделал Зеленков. Трансмашхолдинг должен нас простить. Ну, очко это достается факелу. И 21-21. Дим, посмотри на табло. Я вижу. Интересный матч нас ожидает. Мне кажется, мы видим это уже по первой партии. По тому, как рван, рывками команды набирают очки. Примерно по три. Я думаю, будет очень интересная игра сегодня. Вот эти качели, да, настроения такие туда-сюда. Тюрин. Нет, не получится создать атаку. Первый темп. Закрыли, закрыли. Закрыли крота. Все-таки снимаются с подачи Богдана. 22-21. Молодцы. Молодцы. Есть у Юры что сказать. Юр, тебе слово. Да, во-первых, стоит отметить героическое спасение в исполнении Артема Зеленкова. За это, естественно, и трибуны, и тренерский штаб нашего игрока похвалили. А вот то, что партнеры не успели подстраховать своего лидера, за это, конечно, Олег Владимирович пожурил свою команду. Но если вы помните, в прошлом включении я говорил о том, что наставник Файкова акцентировал внимание своих подопечных на игре на приеме. Этот элемент гости наладили. А вот теперь уже с приемом проблем возникли Шаупа. Олег Владимирович, это сделает очень большой акцент. Спасибо, Юр, спасибо. Ну, вот сейчас Антон Ботин, Антон Ботин просто ювелирно сейчас провел вот эту сложнейшую атаку. Он поднял сначала мяч, стройный. Под сеткой просто поднял в падении мяч. Да, да, да. Стройный. И закончил этот эпизод. Молодец. 23-23. Настолько был ровно поставлен блок, и ведь нашел он все равно вариант. Как сделать все именно так, как нужно для своей команды, и взял Сергей Орленко второй свой тайм-аут. Возвращаются волейболисты на площадку. Продолжается подача «Динамо» Ленинградской области. И Максим Мородов. Аккуратная подача. Закрыли, закрыли. Еще раз. А вот здесь, ну, мне казалось, тяжело, тяжело было сейчас Михаилу Бондаренко второй раз организовать атаку, но он справился с этим. Да, и я должна отметить, что была очень быстрая передача, успели выставить ему только один блок, наспех такой выставленный, скажем так. Я кажется, это новое в терминологии блок наспех. Наспех блок. Можно через дефис даже написать. Наспех блок. Но Михаил справился с этой очень быстрой передачей. Ушков появляется на площади. Ушков. Андрей Ушков, молодой связующий. Ну, он 99-го года, как и Павел Минеев, диагональный сегодняшний. Да. Это ребята юниорской сборной России. А факел просят видеоповтор. Видеоповтор игрового. Я, что они оспаривали, было в площадке или нет. Я, к сожалению, не посмотрел, что там было. Да, скорее всего. С мячом Игорь Чурин готов к подаче. Мы ждем решения специалистов по видеоповтору. А Ушков-то вышел как раз для того, чтобы подать. Ну, да, да, понятно. Мяч за 24-22. Алексеев Либеров вышел. Я должна сказать, что сегодня присутствовал на утренних тренировках команд обеих. И как раз Ушков подавал очень много, и подача у него не летела. Хорошо поднимает этот мяч. Сейчас. Бондаренко. Не вовремя подошел к мячу Бондаренко. Вынужден что-то придумывать. В борьбе. И атака есть у... Где мяч? Все потеряли мяч. У Александра Ковалева. Ну и все. Первая партия за нами, друзья. 25-22. Меняемся площадками. Юр, есть еще по итогам сказать или... Да. Юра, тебе слово. Я думаю, что в начале второй партии, во-первых, мы ознакомимся с статистикой матча. Ну а во-вторых, скажу, что по ходу всей первой партии очень часто замечал Олег Владимирович Согрин недоволен тем, как Денис Петров играет высоко. Он просил быструю передачу. Каждый раз была фраза «быстро, быстро, быстро». Надеемся, во второй партии будет уже побыстрее волейбол в исполнении «Динамовцев». Спасибо. Ну вот такая вот установка Олега Согринна. Ускорить, увеличить темп игры, передачи и так далее. Ну что ж, друзья. Скоро начнется вторая партия. 1-0. Пока мы впереди. И посмотрите выступление девушки. А что это за девушки, Оля? Расскажи, пожалуйста. Вот ты что из-за спорции? Это прекрасная группа поддержки, чирлидинг-команда, которая называется «Вертиго». В переводе, кстати, «Вертиго» значит «Головокружение». А, вот. А, вот. А, вот. Головокружение. Как я уже говорила, когда смотришь на их поддержки и как высоко взлетают девушки в этих поддержках, сейчас мы это увидим. Действительно, голова может закружиться. Головокружение. Самое главное определить, где здесь голова. Да, девчонки очень красивые, яркие. Яркие и страстные поклонницы команды, которую они поддерживают. И вообще большие молодцы. Яркие и страстные поклонницы команды, которые они поддерживают. Субтитры делал DimaTorzok 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 Прекрасно разыгранный первый темп Петрова и Хильченко И первый технический таймал 8.5 Дайл Ну как мы уже успели в первой парте знакомиться С партовой отрезкой оба наставника проводят достаточно спокойно И в одном из моментов я успел уловить оба тренера Приоткрыть свои блокноты с записями И одновременно их изучали Что касается подсказок, здесь пока, опять-таки, больше наставных гостей обещается. Он успел подсказать своим ребятам, и сказал, что сбрасывать надо прямо за блок, а не в первую, в шестую зону, как они делали это. И было достаточно много подсказок по игре в защите при атаках динавовцев в первом темпе. То есть понимает, что Денис Петров много добирается им центральным, и как можно чаще подсказывает молодым своим подопечникам. Загружает их, да? Я вот сейчас только подумал, что если ты подслушаешь подсказки тренера «Факел», ты же можешь нашему тренерскому штабу об этом рассказать. Но мы этого делать не будем. Ну, я думаю, это будет совсем корректно. Так, так, хорошо. Продолжаем. Антон Ботин на подаче. Хорошая силовая подача. Криченко достает мяч. Петров. Криченко, посмотрите, что творит. Два мяча за один розыгрыш вытащил. Жаль, что не добежал сейчас Игорь Тюрин. Но очень большая дистанция была. Дистанция была большая, но я хочу похвалить Семена. Посмотрите, у нас оба либера абсолютно бесстрашные парни. Да, это точно. Что творят? Что творят, Дим? Специально обученные ребята с полотенцами вышли, привели площадку в порядок. Где обучают? Вот многие в чате пишут. Где научиться? Вытирать. Я не знаю, может, есть какие-то курсы? Курсы должны быть обязательно. 9-6. Деление Хильдинга у нас Владимир выходит на подачу. При поддержке. Силовая подача. Прекрасная. И мяч остается у Динамо в цепь. Не забил переходящий Фоменко. И от рук отыгрывается Богдан. От рук маленького крайнего блокирует. Все это в данном случае Денис Петров. Как говорится, закрыть бы. Закрыть бы правой. 7-9. 7-9. Аккуратненько на приеме. Главный орбит уже с мячами разобрался. И Ботин еще и выполнил нападающий удар после такого тяжелого подъема. Ох, вы посмотрите, как хорошо сейчас успел сработать блок. Один. И Тюрин в защите работает. И Банды... Ой, простите. Фоменко еще и выгодную передачу получил. И справился с двойным блоком. Отличный розыгрыш. Воодушевил он наших болельщиков. И Петров подает. Сегодня можно не говорить, кто из Петровых. Потому что Александр Петров находится в квадрате для запасных. Все разобрался с мячом, остановил и сбросил. На как-то зависимый от... Да-да-да, кисточкой такого очень красиво было. Опять мы ждем подачу от Дениса Петрова. Не дождались. Это бывает 8-11. А у Факела... Недоволен собой сейчас Денис. Ну, а как сейчас быть довольным? Конечно. А у Факела у нас Богдан на подаче. Ох уж, это Богдан. Ох уж, да. Ох уж, его подача. Да и атака тоже. Фоменко. И сам будет, да! Нет, вы посмотрите. Но без атаки. Семен. Сейчас должна быть удобная атака. И Пай Ботина. Посмотрите, они тащат и это. Нападал. И еще раз можно разыграть. Тюрин. Какой потрясающий розыгрыш. Самоотверженно бьется. И еще раз Пужников на другой части сетки закрывает блоком. А вот здесь уже нет. Поднимает, поднимает Петров этот мяч. Тюрин пасует. Поменко. И снова, вы посмотрите, уже минуту, наверное, длится все это. Наконец-то от рук Тюрин отыгрывается. Это наш розыгрыш. Вот это розыгрыш. Вот это да. Хорошо разобрался Семен Тривиченко. Да, возможно, с мячом. Упасть вне площадки. 12-8. Поменко на подачу. А вот Свойки проходит через блок. Сейчас это, мне показалось, Крот наносил удар. 9-12. И сам же отправляется подавать. Никита Крот. 97-го года рождения парень. Подошел перед игрой и, стесняясь, попросил передать привет его маме. Не могу не выполнить его просьбу. Ирина. И белорусский город Слудск. Привет. Да, привет вам, конечно, безусловно. Это мама, это святое всегда. Алексей Плузников будет на подаче. 13-9. И мы смотрим мощнейшая подача у Алексея. А вот первый темп заработал в факеле. Да, это Артем Тарташ отключился. Отличился сейчас. Артем Зеленков выходит на площадку. Да. Юра, как у нас там есть? Новости с полей. Есть. Сейчас мы тебе дадим вот после этой подачки. Хорошо. Первый темп здесь тоже проходит. Юра, тебе слово. Да, ну, ждал я реакции наставников после длиннющего розыгрыша. Наставник Файкова в итоге привел себя сдержанно. Олег Владимирович был переполнен как позитивными, так и негативными эмоциями. Но все чаще сейчас начинают игроки обеих команд прислушиваются. Вот, собственно, к точным подсказкам. Так, например, Олег Владимирович попросил пожестче играть к кистьми на блоке Плужникова. И тут же Леша заблокировал скидку. В тот же момент настанет Файкова все чаще-чаще. Говорит, бить, 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 бить по блоку, по рукам блокирующих. И ребят потихоньку начинают этот элемент выполнять. То есть одно точно ребята прислушиваются к тому, что говорят, иногда такого не бывает. Спасибо, Юра. 11.15 у нас Михаил Бондаренко на подаче у Файкова. Кстати, Зеленков у нас появился на площадке. Все хорошо у него после вот этой травмы, которым получил присутновение с главным щитом. Тюрин попадает в блок. Богдан закрывает Игоря Сирина. На самом деле была очень низкая передача. Сейчас Игорю неудобно. Блок перекрыл ему полностью, как говорят волейболисты, все небо. И не нашел наш диагональный, к сожалению, вариантов. И продолжает подавать Михаил Бондаренко. Нам нужно принимать это. Вот он опять такая прострельная передача на Хильченко. Проходит и второй технический тайм-аут. И еще это 16.12. Мы уходим на технический тайм-аут. Юра, если есть что сказать, то, пожалуйста, дать тебе слово. Пожалуйста. Конечно, сказать есть. И я в первую очередь хочу отметить количество болельщиков на трибунах. Как недавно Олег Владимирович заявлял на открытой тренировке и в интервью, что мы думали, действительно, будет большой интерес к нашей команде в Петербурге. Мы не думали, что он будет настолько большой, особенно к концу сезона. Казалось бы, игра с соперником, который приехал к нам немотивированно, какое интересное вызвало. Фактически нет свободных мест. Люди стоят в проходах. И хочется сказать всем большое спасибо, кто весь этот сезон проходил на наши домашние матчи. И хочется надеяться, что в следующем зоне болельщиков будет еще больше. Спасибо, Юр. Мне кажется, что еще не хватает такого человека. Заводил, который бы заводил трибуны и подгонял, подгонял поддерживать нашу команду. Спасибо. Продолжаем смотреть. Закончился тренингический тайм-аут. Антон Ботин на подаче. 16-12. Вторая партия? Да, вторая партия продолжается. У нас замена связующего диагонального, двойная замена. Александр Ковалев у нас появляется. Игорь Тисевич. О, подача была. Антон Ботин. Мощно, но не точно. Кто-то там... Нельзя сажать красивых девушек за рекламные хиты. Ребята в них стараются попасть ничем. Это как-то она должна быть. Пустая была. 13-16. Артем Тахташ. Широкая передача Антону Фоменко. Дальнему, как говорится. Доставь, доставь, доставь. Зеленков работает в защите. Снова Фоменко. Такая не очень хорошая. И ваут. И Сисевича. И как результат Фоменко отправляет мяч в ваут. 14-16. Вы смотрите, собственными ошибками мы подпускаем факел вперед. Даем ему надежду бороться в этом игровом отрезке. И Артем Тахташ. И его неприятнейший планер Антон Ботин сейчас решил принимать. Я тебе хочу сказать, что собственные ошибки этого филы бить сегодня, этого сезона. Да, к большому сожалению. Наверное, я повторю сейчас в эфире слова Олега Владимировича о том, что парни в большинстве своем играли в Суперлиге, но как коллектив выступают первый сезон. Наверное, излишние нервы и супер мотивация, супер концентрация, которая не идет, к сожалению, не всегда идет на пользу. Поднимают, ребята. И вот такой розыгрыш взаимной ошибки на приеме, на передаче. Ну, Антон будет сейчас переводить подачу. А идет видеопросмотр. Это сам судья или, например, факел? Думают, что Антон не попал? Да, 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 думают, что не попал. Потому что мяч летел прямо вот в мужчину с флажком. И он так немножко отшатнулся в сторону. Не удовлетворен. Мяч в площадке. Это факел брал просмотр, показывал нам Юра. Да, факел брал. Факел лишился одного из видеопросмотров. А Владимир Хильченко будет вводить мяч в игру. Что он выберет? Опять же, силовая. Прекрасная силовая. Это Денис Богдан не справляется. Хорошо, выбрал, подал. Вот Денис Богдан. Может быть, это слабое место Дениса Богдана? Ну, на самом деле, он доигровщик с такой стабильной общей игрой. Но в приеме у всех бывают казусы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот сейчас Владимир Хильченко сменил немного направление и вообще не попал в площадку. 16-18. Валентин Безруков. Хороший планер. Да. Да, ну, на одиночный блок выводит Игорь Тесевич и Александра Ковалева. Так, он играючи справляется. Левая рука, левша. Да, Александр у нас левша. Прекрасно. Сейчас он будет своей же левой рукой выбивать с приема кого-нибудь из игроков Такила. 19-16. Нет, выбил серку. Вторая ошибка подряд у нас на подаче. Вот опять же, мы не хотим спокойно играть концовку. Вот неинтересно, видимо. Да, видимо, так и есть. Ленис Богдан на подаче. Фоменко принимает, но неудобно там. Это ошибка у Никиты Крота. И это значит 20-17. Да, плюс 3. Ну что ж, посмотрим, что нам предложит сейчас Антон Фоменко. Вижу на трибунах супругу Антона и двоих его детей. В таком количестве людей ты видишь супругу? Да, я вижу супругу его, Ирину, его детей Ярослава и Макара. Они бегают по проходам второго этажа. Юр, есть новости у нас там? Олег Владимирович отправил, ну как, не отправил, да, сказал готовиться Максиму Пурину. То есть, вполне вероятно, в концовке Макс увидит на площадку. Ну и вдобавок к вашему разговору об ошибках на подаче, за неполные две партии у нас их набралось 7. У Файкова 5. Ну, Юр, кстати, хочу сказать, что это не так уж и много. Да, согласен, бывало это более. К сожалению. Вот действительно мы более расслабленно сегодня играем, зная результат предыдущей игры. Давай больше не будем говорить об этом. Не будем об этом. Хорошо, мы не будем об этом. Мы будем Юру слушать. Юра, ждем тебя, следующее включение. 19-20, факел опять догоняет нашу команду. Пока мы тут болтали, факел опять догнал. Но вот Антон Ботин. Антон Ботин не расслабляется и в отличие от нас не болтает. Хорошо, что ребята не слышат нас. Понимаешь, что они играют спокойно. Помнишь плакат такой, не болтай. Не болтай, это же. Плакат такой советских времен. Это в тренерской Динамо Ленинградской области. Да, да, есть такой, да. И Ботин опять. И Ботин ваут сейчас. Он считает, что было касание, честно говоря, там... Ну, касание у нас не смотрится, к сожалению, видео повторами, а то, что в площадку мяч не попал, это было абсолютно точно. Да, а вот мне показалось, что было касание блока тоже, но там сложно сказать что-либо. Поэтому судья всегда прав. Ой, такой неудачный прием. И после ошибки в атаке Антон Ботин тут же совершает ошибку в приеме. И посмотрите тот же равный счет, что и был в первой партии в концовке. 21-21. Ну что ж, вечер перестает быть томным, Дим. И во второй партии тоже. Вторую партию так уверенно тащили, тащили, тащили. И вот затащили с своими ошибками. Антон Ботин справляется с этим нападающим ударом. 22-21. Ботин исправился за две предыдущие ошибки. Но можно исправиться еще разок, как ты думаешь? Да не разок, а нужно просто... Ну потом можно просто отдать кому-нибудь другому. Ботин, красавец. Путин, у нас вообще парни молодцы, стараются, работают. Первый сезон в Суперлиге. Это на самом деле тяжело. Мне хочется похвалить наших ребят, потому что бьются они в каждом матче. Да, не всегда получается. Но обвинить их в том, что они выходят, дрожат, трясутся, ни в коем случае нельзя. Вот так. Юра, у тебя есть что сказать? Просмотр. Да, сейчас будет просмотр. Олег Адеменович Согрин попросил арбитра убедиться в том, что был или не был завтра при атаке задней линии. А-а-а. Понятно. Ну, слава богу, что вот это... Я уже ответ знаю, но вам не скажу. Не был удовлетворен. Юра вредничает в эфире. А мы уже и сами все знаем. А мы уже и сами знаем. Нам все сказал судья-информатор. На подаче Михаил Бондаренко, 22-22. Ботин нагружает еще Антона Ботина. И правильно делает. Пока у Антона все идет замечательно. Низгладинку и 23-22. И вот появляется Максим Пурин. Да, озвученная Юрием Игоревичем замена сейчас состоялась. Максим Пурин заменил Антона Фоменко. И тайм-аут берет наставника на Луренгойской команды Сергей Орленко. Сергей Орленко. Максим Пурина понял, что что-то нужно делать. И взял тайм-аут. На самом деле он взял тайм-аут под подачу Ботина. Но после замены, после замены не дает Максиму Пурину вступить в игру. Ну, Максим как раз получает еще полминутки на размяться получше. Максим, я бы сказал, наверное, среди женских половинок болельщиц первый. Как раз прямо за тобой сидит его супруга. Прекрасно. Я так чувствовал, что именно это, это, знаешь, как в нашей хоккейной команде Илья Ковальчик. Так, Максим Пурин. Ботин. Ты знаешь, в моей жизни есть только волейбол. Ну, что ж, это похвально. Ай-яй-яй-яй-яй. Отскакивает мяч от Ковалева. Слушай, да, Богдан продолжает настаивать на своем, настаивать на равном счете. И сейчас Тахташ будет вводить мяч в игру. А счет тем временем 23-23. Вот в первой партии до этого счета факел уже не добрался до отметки в 23 набранных очках. Опять этот лайнер. И Пурин реализует свою первую же атаку. И 24-23. А я хочу отметить передачу Игоря Тесевича. Очень качественно выполнена. Первую передачу нужно отдавать игроку, только что появившемуся на площадке. Нужно вот прям по всем канонам выполнять супер точно. Все же делал правильно. Да, абсолютно. Подача 24 прекрасная. И прекрасная подача. Мы с тобой хором заговорили, одно и то же. Посмотрите, как обманывает блок Богдан. Тройной ведь. Верно поставленный. Все хорошо. Да, да. Ну что ж, ну вот Артем Зеленцов, конечно, прыгнул бы, достал этот мяч. Добрались мы до равной. Придется играть на балансе, как говорится. 24-24. Сам себя страхует на блоке Богдан, но не перекидывает мяч через сетку Павел Минеев. И у нас еще один сетбол. Ну молодец, Александр Ковалев. Повесил мяч на руки блокирующего. Это всегда неожиданно для блокирующего. И вот не справится с этим мячом. Игрок команды Павел. Ковалев на подаче. Ковалев прекрасно подачу выполняет. Богдан получает мяч на атаку и реализует ее. 25-25. Да, 25-25. Равновесие возвращается. Ну что, у кого крепче нервы в этой концовке будут? Кто ошибется первым? Слова хорошая подача Богдана. Выводит команду Павел вперед. 26-25. А подача была на Максима Пурина. И тайм-аут Олегу Владимировичу. Что сказать, давай Юр. Да, ну вот такая концовка нервная. В том числе и для наставников. Сначала при первом нашем судьболе Олег Владимировичу был очень недоволен действиями Антона Ботина. Почитав, что это действительно его был мяч. Ну а следом уже Сергей Орленко был недоволен игрой своего лидера, который не смел сделать передачу или даже просто подбить мяч где-нибудь в центре площадки. Вообще, это неожиданно так Файка выходит вперед. Вперед и мало того, в запазовку еще один здесь, ну не Джокер, может быть Туз у игры при гостей. Здесь замена готовится, что-то новенькое от гостей. Но вот мне показалось, что ребята наши дошли до этого счета 24 и как-то немножко пристали, приостановились. И вот результат, 26-25. Да, но началось на самом деле все где-то при счете 21-20, когда наставник гостей сказал, жестче играем в защите. С этого пошло очень много. Я понял. Продолжаем наблюдать Богдан на подаче. Вот он примет и сам со второй линии нападает. А вот эта комбинация заканчивает второй период победой команды Пакел. 1-1 у нас по партиям. Нет, Дим, 26-26, этот мяч отдают динамовцам и видеопросмотра запрашивает. А что там? Сергей Оленко. Юр, скажи на пазот. Здесь достаточно спорная ситуация. Игреки и Файкова посчитали, что было касание блока, я от него, значит, шел ваут. Динамовцы и главные арбитры решили, что мяч просто ушел ваут. Вопрос единственное, что, естественно, блок не просматривается в суперлиге. И просмотр идет, куда мяч попал. Вот был рядом со мной, мне показалось, что был аут. Понятно. Сейчас посмотрим. Неудовлетворен 26-26, друзья. Вторая партия не закончена. Но ребята из команды Пакел, все благодарят арбитров. Дима, ну, признайся честно, ты видел касание блока Плужникова? Ты знаешь, я не знаю. Мне показалось, что было. Можно сказать, но я всегда говорю, что следующее очко, оно всегда ставит точки и расставляет знаки справедливости. И сетбол вновь у сосновоборцев. После этого решение арбитра Максим Пурин будет подавать на сет, как говорили раньше. Хороший планер у Максима. Это Бондаренко, да, стык блока пробивает. Не успевал центральный пристроиться к крайнему блокирующему. И именно туда Бондаренко и целился. И вот замена того, который говорил Юра. Да, Андрей Ушков будет повторно пытаться ввести мяч в игру. Посмотрим, как у него получится. Это во второй партии. В первой партии, как ты помнишь, не получилось. Не получилось, да. Ну, нам принять нужно это. Ну, более-менее простая подача. Мне показалось... Да, Коваленко! Простите, Ковалев. Ковалев от рук в антенну. Я просто так перенесил. 28-27. Вторая партия продолжается. А ты все просто про хоккей, да про хоккей. Я вот, когда сама хоккей смотрела, помню, был такой хоккеист Алексей Коваленко. Ой, был, но это очень... Он в Нью-Йорк Рейнджерс играл. Я тебе больше скажу, что он, во-первых, очень неплохо играл в гольф. И даже занимал какие-то призовые места в чемпионате мира. Блок ставит Владимир Киченко и завершает вторую партию в пользу Динамо. 29-27. Ну, так вот, я доскажу, что у него очень интеллигентный папа с мамой. Все с семью, все с неопрозованием. И он так вот и продолжил свою карьеру в гольфе. Играет в гольфе, но остался в Америке. Как Евгений Капельник? Он же тоже в гольф играет. Да, кстати, вот, между прочим, у меня очень многие партнеры по команде, волейболисты. Очень многие, кто ушел в теннис, кто ушел в гольф. Видимо, какие-то одеты. Ну что ж, продолжаем разговор, как говорил известный мультипроекционный герой. Карлсон. А мы продолжаем. Третья партия 2-0. Динамо, Ленинградская область впереди. По партиям команду «Факел» мы принимаем полумолодежный состав. Как Оля уже говорила. Да, я говорила. Да. Смотрим на составы. У нас начинает Ковалев, Курин остается, остается Плужников. То есть те, кем доигрывали вторую партию, те же начинают и третью. Смотрим у «Факела». У «Факела» не так много возможностей кого-то заменить. Собственно, у них в квадрате для запасных всего лишь два игрока. Андрей Ушков и Андрей Иванников. Поэтому «Факел» играет без замен. Ну и Денис Петров на подачу. У «Динамо» Ленинградская область начинает третью партию. Логдан принимает и сам нападающий удар. Попадает двойной блок коллектив Куринников. И Ковалев накрывает Логдана. 1-0. Петров продолжает свои подачи. Далее приняли. Еще одна атака «Факела». Богдан. Третью атаку подряд получает Богдан. И на третий раз... Посмотрите, опять бедный трансмаш-холдинг. Снова ему досталось. И закрыли. Закрыли только на четвертый раз блоком Богдана. Но второй раз подряд, кстати. Второй раз подряд у нас заканчивается блоком 10-му номеру новоуренгойского «Факела». Я думаю, может, это даже какая-то традиция будет в начале партии сбить этот рекламный хит. Мне жаль щитов, жаль парней. Им же больно. Но я девочка, я всегда всех жалею. И щиты, и игроков. Получается у «Факела». Есть возможность разыграть. Да! Нет. Аут, все-таки, друзья. Мне показалось, что поле, но максимум. Здесь вот рядом с нами стоит, говорит, сантиметров, говорит, 15-10, точно аут. Покажи, рядом с нами, вот он парень стоит. Ну, лично я видел касание блока. А ты касание видел? 1-2. Не получается у Ковалева перебросить этот мяч. 2-2. Ну, сейчас он легко мог бы подстраховать сам себя, Александр, но запутался, не увидел мяча. Вот Юра машет рукой нам из дальнего края, хочет что-то рассказать. Да, давай, Юр, наверное, статистика. Да, 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 действительно статистика. Давайте после двух партий быстренько пробежимся по ней. Динамусцы в атаке забили 34 из 71, это 48% у гостей. 29 атак забитые из 70, это 41%. В атаке из двух команд по-прежнему лучше всех проявляющихся блоком. 13 атак забитые из 32. По эйсам 8-8, ошибки на подачу 7-5, блок 8-5 в пользу Динамо. Ну, и возвращаясь на секунду к моменту с щитом, у любого клуба должен быть свой клубный музей. Я считаю, после того, как этот щит принял на себя и Артема Зеленкова, и Семена Кривиченко, мы, наверное, обязаны его затащить туда и с него этот клубный музей открыть. Как минимум написать на нем только для Либера. Да. И фотографию Синяков Артема. Ну что ж, продолжаем. 3-4. Как раз вот Денис Богдин выходит на подачу. Именно он по статистике в лидерах команды гостей. Ну, кстати, Дима, обрати внимание, что блок Сосновоборский... Основное внимание-то обращает как раз на Дениса. Он постоянно атакует на организованном блоке. Другое дело, что не находит пока что в себе резервы, частенько его обыгрывать. Хорошую скидочку, ребята, сделали. 5-3. И Алексей Плужников на подачу. Вообще Сосновоборский блок, это, друзья, это Сосновоборский блок. Вот ошибаемся мы. Частенько. 4-5. Алексей Плужников. Не получается у него подача. И мяч уже берет Никита Крот. 4-5. Факел на подаче. Ну и 2-0 по партиям, напомню, Динамо Ленинград, что уже спереди. Хорошая комбинация. Ботин на чистой сетке вкалачивает этот мяч. 6-4. Ботин атаковал практически из третьей зоны. Респект, респект Денису Петрову. Именно его заслуга, что Ботин вышел так на сетку. Александр Ковалев на подачу. На мяч уходит. Это уже вторая, по-моему, или третья по счету подача, которую мы отдаем. Я опять начинаю расстраиваться из-за ошибок на подаче. Я не знаю почему, но меня в волейболе именно вот эти ошибки расстраивают больше всего. Все же хорошо, играй. А вот сейчас планер настолько спланировал у меня? Я меньше расстраиваюсь, когда соперники ошибаются. Не, ну это понятно. Должна же быть дежурная бутылочка с валерьянкой обязательно. Антон Ботин на подаче. Боктон принимает этот мяч. А что сейчас было? Он попал по локотку Денису Петрову сейчас Михаил Бондаренко. А, я от него Ванголу сейчас попал. Понятно. Ну и дальше Бондаренко продолжает подачу. При счете 6-7. Хорошая сильная подача. Максим Пурин. И еще раз Максим Пурин. Справляется Минеев на приеме. А вот здесь уже ребята не подняли. А, мяч сам. Вот так вот, друзья. 8-6. Мяч улетел за пределы площадки. Ну, рано или поздно Денис должен был устать. Богдан. Рано или поздно он должен был улететь за пределы площадки. 8-6. Первый технический тайм-аут. Юра, если есть что-то, то ты, пожалуйста, нам сигнализируй. Как всегда, красной ракетой вверх. Надо было зеленую дать. Мне нравится твое праздничное настроение. Закрыли мне, Юр, Сибиан, команда Пакел. Поэтому нужно подпрыгнуть, чтобы я увидел, если что-то есть, сказать. Ракеты закончили. Ракеты закончили. Да, Юр, Мазанский. Если ты сейчас правильно услышал на тайм-ауте, Олег Владимирович Согрин обращался к Антону Ботину и говорил, что далеко не самые опытные игроки на той стороне. И можно почаще пробовать отыгрываться от рук блокирующих. Это тоже про нас тачки. Да, я помню, спасибо. Посмотрим, как ребята будут реализовывать советы Олега Согрина, главного тренера клуба «Динамо» Ленинградской области. Ну и Кишинка на подаче. Поправляются с приема. Богдан, там тройной блок, а вот сейчас Богдан попадает в локятку. 7-8. Артем Тахташ будет выполнять подачу. Факел, как и на старте двух первых партий, держится в опасной близости. 86-го года Артем рождение. Да, Артем 31 год. В Факеле он проводит свой четвертый сезон. А вот я смотрю, еще 83-го года следующее, Колодинский Игорь. Колодинский Игорь, простите. Это капитан команды. Он еще не выходил, да? Его здесь нет. А его здесь нет. Игорь не приехал. Плужников надежно закрывает крота и 10-7. Алексей Плужников, конечно, на блоке сегодня великолепный. Мощь. Да, мощь. Стена. Сосновоборская стена. Сосновоборская мощь и сила. Скидка от Безрукова. Коварно Валентин. Не ожидал. И сам идет на подачу. Ну, в отсутствие Колодинского Валентин Безруков, тоже связующий, исполняет обязанности капитана команды. И как его перетачит. Очень-очень сейчас было красиво. Быстрая, низкая, не читаемая блоком. И прекрасно исполненный удар. Удар на подачу. У нас неудобно. Неудобно для удара Миниеву было. Ботин. Мяч, видимо, не перелетел через всех. Закрыли Ботина, да. С нашей позиции не очень хорошо было видно. Никита Богдан. Денис Богдан улыбается. У него хорошее настроение. 9-11. Принимается Сосновоборская этот мяч. И опять Ботин. Не получается в последнее время добить до пола. Но посмотрите, Клужников опять встает стеной. И есть атака еще одна. У Сосновоборцев. Но Александр Ковалев справился. Молодец. Молодец. 12-9. Такой счет у нас. И я смотрю, что у нас Артем Зеленков выходит. Нет, у нас Владимир Хильченко выходит. А Семен Кривиченко отправляется в расстановке. Он просто приготовился. Передохнуть. Пайп Богдана тянет в защите его игрок Сосновоборцев. И Валентин Безруков в защите работает. Богдан тоже Пайп. Обыгрывает тройной блок. Обманывает. Скидывает. И в итоге приносит очко своей команде. 12-10. 10-12. Факел будет подавать. А Сергей Орленко что-то выговаривает Либера. А у нас там есть свой человек. Он все фиксирует. Нет, не фиксирует. На другом языке Сергей Орленко говорит. Отлично. Прекрасно чистая сетка Маклим Пулем ставит точку в этом Юра что-то все-таки услышал, что-то хочет сказать. А, Юра, давай, да. Я ситуацию с Либера пропустил, но не пропустил уже за последние 6 розыгрышев, 3 претензии главного тренера к действиям Бондаренко в защите. Очень недоволен тем, как 19 номер Файкала проходит заднюю линию. И постоянно, постоянно советуют, ему подсказывают. Как надо действовать то или иное что-то. Это да, это есть. Улетает мяч у нас на трибуну, но болельщики у нас все не забирают мяч себе на сувенир. Ну, интеллигентные люди в Петербурге живут. Зачем выбирать мяч? Отлично. Еще одна комбинация проходит у динамовской команды. И опять Максим Курин. Тем более, когда мяч можно получить как победителю конкурса лучший болельщик волейбольного клуба Динамо-Ленинградская область. Это то, что ты вручала. Да, был конкурс. Сегодня награждали победителей. И еще поедем на экскурсию в город Сосновый Бор. Прекрасно, прекрасно. Я вот хотела сказать, что болейте погромче. Будем дарить за это подарки. То есть, кто громче болеет, кто-то получает. Ну, просто активнее. Активнее нужно быть. А вот Александр Петров у нас сейчас как раз уже на площадке. И он добывает этот очко для своей команды. То есть, теперь нужно к фамилии Петров все время добавлять имя. Я тебя поняла, Дим. Да. У нас вот Александр Петров. Богдан исполняет очередной пайп, но двойной блок. Его встречала Финченко первым темпом. Загружает Петров первым темпом и правильно делает. 16-11 у нас такой еще второй технический тайм-аут. А технический тайм-аут, это значит, ребята с удостоверением клининговой компании сейчас как раз работают на площадке. Клининговой компании. Дим, я думаю, еще пара партий, и ты уже и колледж придумаешь, где этому обучают. Уже не просто курсы будут. А я думаю, что это университетская программа. Ну, не знаю. А знаешь, как много зависит от того, вот как люди работают. Не, я вот сейчас без всяких шуток. Как правильно мечи передают, как правильно вот это все... Конечно, это целая наука на самом деле. Персонал, которые сидят вдоль площадки, которые выбегают. Потому что иногда просто затянуть, выйти, вытереть, да, какой-то команде плюс-колько-то минус. Юра хочет добавить. Да, не успел я опередить события. Приверяются, принимая замену связующие, приверяются Ушков, у Фарькова. Настолько я успел рассмотреть, и Олег Владимирович Сойган готовит замену, Антон Фоменко активно разминается. И если не ошибаюсь, Максим Морозов тоже готовится вступить. Ну, осталось, что к следующему Александру Ткачеву увидеть, который на данный момент является рекордсменом клуба и здесь игроков по количеству матчей, проведенных в составе «Динамола». Еще один ему не помешает. Я понимаю, Юра, а как ты считаешь, это замена для того, чтобы поддерживать темп игры, скорее всего? Я думаю, наверное, здесь уже такая ротация идет. Во-первых, чтобы дать поиграть ребятам, почувствовать мяч и площадку. А во-вторых, к сожалению, да, как мы знаем, нам предстоит ехать в Анапу. Возможно, Олег Владимирович Сойган какие-то сочетания пробует уже здесь, чтобы их использовать на перхонном турнире. А в Анапу все-таки или в Матшопе? Да, здесь я говорил, спрошу прощения. Есть информация, что не в Анапе будет проходить перхоной турнир, так как Анапа является близлежащей территорией к Краснодару, тренировочной базой Краснодар. Должна быть нейтральная территория. И вполне вероятно, в Москву мы поедем. Но об этом, как только узнаем, сразу сообщим на нашем сайте. Но для болельщиков Динамо Ленинградской области – это ближе, поэтому это лучше. Конечно, да. Но ведь и в Анапе, когда мы играли два года назад, болельщики нашего клуба тоже были. Так что километры – это не расстояние, если ты любишь свой клуб. Это здорово. Спасибо, Юра. У нас тайм-аут взял фактор. Сейчас 18.12 на подаче Динамо Ленинградской области и 6 очков такой разрыв. Но предыдущие партии показали, что как раз после цифры 21 начинается… Ждем что-то 21-21. Может, лучше в третьей партии как-то обойдемся без него. Может быть, да. Ахимченко на подаче. Богдан. Ну, вот цепанули его блоком. Сразу со второй передачи Антон Ботин увеличивает разрыв в счете 19-12. Зацепили блоком Богдана, сумели организовать повторную атаку и нарастили преимущество еще на 1 очко. Плюс 7 у Динамо. Даем слово Юрию. Да, я надеюсь, в последний раз вырываюсь в эфир в этом матче. Антон Ботин сейчас вторым касанием забил. Этот элемент очень тяжело ему давался на протяжении двух сезонов. Постоянно в матчах Олег Владимирович Согрин к решалому риску, риску, риску. Не получался Антон, а суд прошло. Но что меня удивило, даже этот момент мне вызвал улыбки на лице Олега Владимировича Согрина. Видимо, уже все мысли в плей-ауте. А я хочу отметить, что только что был еще один блок Алексея Плужникова. Очень интересно посмотреть же, сколько их сейчас у Алексея вообще. Юра, может быть, ты глянешь? Сейчас, да, секунду только добежать надо, и гляну. Успей до конца матча, пожалуйста. Да, да, конечно. Ну и второй тайм-аут Пакел вперед. И это последний тайм-аут в третьей партии. Забрал уже сезоновый Юра компьютер. Отобрал просто? Отобрал просто. Так, у Леши Плужникова четыре блока. Я думала, если честно, что больше? Ну, может быть, я неправильно увидел, но вот на подвиг Алексея Плужникова, где вот цифра четыре, всего, по-моему, было десять блоков. И в этом компоненте мы на Украинской коллектив сегодня переиграли. Почему-то, мне кажется, что у Леши минимум шесть. Ну, я думаю, после матча уже мы точно расскажем всем, сколько было блоков. Главное, чтобы на табло было счет в нашу пользу. Владимир Хильченко продолжает свои подачи. 20-12. Давайте смотреть концовку третьей партии. Это наша сосновоборская парочка блокирующих. Работает в тандеме. Хильченко мощно подает. Плужников. Закрывает. Закрывает блоком. Петров. Ой, посмотрите, что Петров сейчас сделал. Просто скрутил мяч. 21-12. Никак не снятся факелу с подачи Хильченко. Как-то понуро сейчас выглядят наши соперники. И Ушкову, совсем юному парню, связующему, пока не придумают ничего в атаке. А тут еще и Богдан плохо справляется с приемом. Ну, смотрите, Ушков пытается решить сам. Но разобрались со сновоборцы. И вот Тахташ все-таки делает это. Как здорово в руку сейчас кинул просто эту передачу. 13-й очко для команды. И Тахташ его поблагодарил за эту передачу. Ну, конечно, молодежь нужно поддерживать. Да, Тахташ в звании самого опытного игрока в плане возраста факела. Он, конечно, поддерживает, подбадривает. А я тебе скажу, видишь, как мы подключили Сосновый Бор к прямому эфиру. И 2-0 концовка третьей партии у нас. Надо было сделать это немножко раньше, Дим. Да, наверное, да. Так что Сосновый Бор мы без вас никак. Ну что ж, 22-ое очко зарабатывает Динамо Линдрадская область. Да. Я хотела сказать, вся команда зарабатывает. Вся команда, да. Осталось 3 очка заработать с сновоборцем до победы. Прервем мы эту изрядно надоевшую серию поражений. Одержим победу в заключительном матче регулярного чемпионата. Да, будем играть переходный турнир. Хорошо, поднимаем сейчас Фоменко. И Александр Петров. Опять. Опять. 23-13. 23-13. Мы с тобой хором говорим уже. Я тебе хочу сказать, вот Юра, хотя уже без микрофона, но Сосновый Бор должен смотреть в прямом эфире все матчи Динамо. Безусловно. Петров. Опять все Александр Петров на мяч в этот раз. Александр Ковалев оказывается на месте. Все видит и еще и завершает этот розыгрыш. Прекрасным ударом. 24-13. 24-13. Денис Петров на подаче. Динамо. Ленинградская область. Последний домашний матч. Вот последний матч регулярки. Здесь Минеев со второй линии попадает в сетку. Зеленков на месте. И ставит точку поменка. 3-0. Победы, дорогие друзья. Достойное завершение регулярного чемпионата. Да, заняли 12 место. Отправляемся играть в переходной турнир. Но победа, как говорится, на посошок. Это прекрасное окончание все-таки сезона. Мы желаем обязательно нашей команде, нашей любимой команде Соснова Бора остаться в Суперлиге и продолжать, продолжать работать, так сказать, подарить нам праздник волейбола высших достижений здесь, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. А мы обязательно вам расскажем про все-все-все матчи переходного турнира. У нас будет много интересных материалов. Обязательно приходите к нам на сайт, болейте за Динамо, переживайте за Сосновый Бор и Ленинградскую область. Мы вас любим, а вы любите волейбол и нашу команду. Всего доброго. Ну, еще буквально несколько слов мы можем сказать, потому что у нас еще будет в прямом эфире интервью после матчевые. Сейчас ребята как раз готовятся, ставят камеры, настраиваются. А я попрощаюсь и пойду брать интервью. Хорошо, да. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Я с вами еще буквально на несколько минут останусь, пока тренеры и сегодняшняя команда выходят здесь к этому пресс-волу. И мы обязательно выведем, дадим вам возможность услышать, что скажут тренеры после окончания этого матча. Очень здорово, что Динамо, Ленинградская область вот сейчас выигрывает. Да, интервью будет в прямом эфире. Сразу после повторов. Много сегодня журналистов на матче. Хочу сказать, что в этой последней игре этого сезона, домашней игре, с вами все домашние матчи проводила компания ТСМ. Мы старались вам показать, как играет наш клуб дома. Здесь очень ждем, естественно, сосновоборскую публику всегда. Всегда на матчах. Ну и вот сейчас будет первое интервью наставник команды «Факел» Сергея Орленко. Я думаю, у вас такие. Можно шанс, 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 шанс. Сергей Николаевич, поздравляем вас с уникалью на фанатуре. Ну вот сейчас, наверное, стандартные досуги. Ну вот сейчас у нас много в команде микротравм и готовится команда к финалу челленджа. Решили поберечь игрок? Ну поберечь их, плюс нам надо было дать игровую практику игрокам, которые меньше всего играли, и посмотреть ближайшую молодежь, на что она способна. По горячим следам, что можете сейчас сказать об игре молодежи, которую пытаются смотреть? Ну так быстро, как сказать, играли две партии так в ровную, конечно, своих делали ошибки, но все-таки была игра. Ну третью партию мы конкретно провалили на приеме. Это было все витоконсадки, почетно. Ребята, вопросы есть? Или отпустим гостей на самолет торопиться? Спасибо. Спасибо. Ну и буквально через минуту подойдет главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Ленинградскую область. Давайте дождемся. А я с вами уже попрощаюсь, друзья. С вами был Дмитрий Поважный, компания «ТСМ». Приветствую вас. Смотрите и любите волейбол. И болейте за наших. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...